Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Итак, мое путешествие начинается отсюда, с аэропорта Домодедово из Москвы. Ну, а что будет дальше, я, если честно, даже сам не знаю. Толмачево, потом Сахалин. Потом посмотрим. Аэропорт Толмачево, Новосибирск. Это просто транзит. Мне здесь 4 часа сидеть. Я бы не сказал, что тут холодно. Тут не холодно. Но хоть, но уже, уже как бы зимой веет немного так. И вот южный Сахалин. А вид просто шикарный. Ну и вот, аэропорт Южного Сахалинска. Вокруг горы. Очень красиво. Очень красиво. И зима. В Москве там нулевая, плюс-плюсовая. Здесь минус 25. Сейчас. Здесь состоится встреча. Типа кофе-брейка. И я сейчас покажу за окном вид. Это что-то отдельное. Вот такой вот вид. Представляете? Вот такой вот вид. Ну а город вот здесь. Ну а что, сейчас вопросы будем задавать? Каверзные. Каверзные. Сегодня у нас в гостях два замечательных. Человека два. Я не зря назвал свой ролик именно так. Южно-Сахалинск мне очень сильно понравился. Веселый, светлый, чистый город, о котором и горожане отзываются с любовью и гордостью. Это редкое явление, я лично проверял и вы тому свидетели. В основном жители многих крупных городов Дальнего Востока сильно недовольны условиями проживания, инфраструктурой, конечно, городской средой своих городов, которую в некоторых случаях просто невозможно называть комфортной. Не поворачивается язык. А тут прям наоборот. Все буквально наперебой сыплют плюсами и откровенно замалчивают недостатки и минусы. Повторюсь, это очень редко для Дальнего Востока такая ситуация с жителями. Я говорил, кстати, не только с пришедшими навстречу, но и с абсолютно случайными людьми. Плюс-минус одно и то же. Да, и со стороны для человека, который только что приехал и в первый раз смотрит абсолютно незашоренными глазами, просто мое почтение Южно-Сахалинск. Но все же цель визита сюда нашей команды, команды кандидатов в президенты России, услышать проблемы обычных людей и регионов в целом. В принципе, вопросы, которые ему задавали люди, я не назвал бы провокационными. Они были житейскими, простыми. Тут говорили о труднодоступности и логистике. Ведь Сахалин – это остров. И его жителям необходимо посещать большую землю. Хоть у них тут и море, и солнце, и все стремятся к ним попасть и не уехать отсюда. И Владислав Андреевич, так как он помимо кандидата в президенты является еще и вице-спикером Госдумы Российской Федерации, реально может внести предложение на рассмотрение Госдумы именно по вот таким вопросам, и помочь в этом жителям Сахалина. Тем более, сегодня он не один держал ответ, а был усилен депутатом Государственной Думы Российской Федерации Розой Бассированной Черемис, очень эрудированным человеком, многодетной матерью, невероятно умная, потрясающая и очень простая в общении. Она и взяла на себя, кстати, ответственность ответить на вопросы многодетных матерей. И что удивительно по закону о вылове рыбы, потому что она еще и заядлая рыбачка. Сочетание, конечно, вообще напалм, если честно. Громкий и очень протестный законопроект, который мы отстояли в Государственной Думе в 22 году, это как раз второй этап рыбных код. Вот это то, чем я лично горжусь, то, чем я горжусь всей нашей фракцией вместе с Владиславом Андреевичем, потому что мы стали единственной фракцией, эти 15 бесстрашных человек, которые выступили категорически против всей этой большой программы реинвестирования и реорганизации, большой рыбной программы, которая, на самом деле, я считаю, что в Дальнем Востоке славится и кормится рыбой. И грешно трогать этих святых людей, которые, на самом деле, абсолютно на любви к региону и к своей профессии держатся. Потому что настолько огромное количество запретительных и утушающих моментов, когда многие отказываются и теряют веру в свою работу. Хочу сказать, что мой папа – автор закона о любительской рыбалке. Это тоже то, чем я горжусь, потому что он большой ученый, который не понаслышке из родного Ленинграда уехал, знаете, почти 40 лет назад в Владивосток, создав здесь огромный научно-исследовательский институт в НИРО, который стал с филиалом, в том числе и ТИНРО, который работает здесь, это то, что сделал мой отец. Поэтому, когда мы увидели, что идет второй этап рыбных фонд, который, на самом деле, лишает трудяк, действительно, альтруистов, ребят, рыбаков, которые вкладывают всю свою душу, сердце, все свои деньги, свободные и несвободные, в том числе и кредиты в эту работу, их лишают тех положенных фонд, которые они, прошу прощения, на тендерной, очень справедливо и очень конкурентной основе заслужили, конечно, мы не могли пройти мимо. И огромное спасибо Алексею Ильичаеву, который не побоялся в войну, потому что сломали даже единую Россию в этой ситуации. Все были вынуждены согласиться с тем, что это будет делаться, и только наша фракция, новая. Кто-то подумал, мы молодые, нам ничего терять. Нет. Мы четко понимали, наоборот, мы четко понимали, что если мы не поддержим в этой ситуации рыбаков и, в первую очередь, Дальний Восток, мы не имеем права к вам больше приехать. Я это знала для себя четко. Представляю рыбацкие регионы, я не знала, о чем я буду потом говорить. И мы выступали категорически против. Я лично ходила на переговоры с Дмитрием Николаевичем Патрушевым. И огромное ему спасибо, что нас единственным коллегом услышал. Все эти поправки, которые приняты о моллюсках, да, о трибанке, это наши поправки, которые я лично разрабатывала с нашей партией. И еще раз вам скажу, что все, что касается защиты интересов рыбаков Дальнего Востока, мы, в первую очередь, ваша огромная опора, поддержка и защита. Не стесняйтесь обращаться, я всегда это буду делать для вас. Я точно знаю, что Владислав Андреевич на уровне заместителя представителей всегда поднимет этот вопрос в трибуны. Никогда не стесняйтесь нас об этом просить. Мы с вами. Поэтому, когда вы говорите, что нужно расширить программу любительской рыбалки на Дальнем Востоке, дать больше преференций, давайте вместе с моими помощниками мы составим отдельное новое обращение. Я пойду в первую очередь к Илье Васильевичу Шестакову, главе Росруболовства, который очень открыт в контакт с нами. Второй нас в этом точно поддержит Алексей Чекунков, как министр по развитию Дальнего Востока, который тоже слышит нашу позицию. Единственная фракция, которую слышит. В вопросе защиты интересов рыбаков. Дальнего Востока. Для нас это такая красная тряпка. Вот Росба Васильевна сегодня приводила этот пример. Таких много. Если вспомнить, помните, еще когда-то был комит такой, да? Когда всю страну хотели приучить тому, что должны быть QR-коды, которые нужно будет там предъявлять везде при входе и прочее, и прочее. Ну, в общем так, оцифровать нас по полной, да? Мы были единственная фракция, в которой голосовали против. И в итоге законопроект сначала приняли в первом чтении, и потом в итоге не приняли во втором и в третьем чтении. Таких примеров я могу перечислять. Зимой, мне кажется, еще ни одного дня у нас такого не было, чтобы так ярко светило солнце. Поэтому всем успехов и хорошей недели, и нам всем успехов. Да, спасибо. Вопросов было задано много. Все они животрепещущие. На некоторые из них у Владислава Андреевича был не просто ответ, это целая формула. Потому что во многих случаях он уже занимался именно такими вопросами. Только в других регионах. И довольно-таки успешно. Так что решение уже есть. Надо только правильно их реализовать. Единственное, что я отмечу, это, конечно, специфику Сахалина. Ведь это все-таки остров. Здесь немножко другой подход. Но, думаю, и тут Владислав Андреевич найдет путь к решению. Друзья, если будут какие-то вопросы к кандидату в президенты России, пишите здесь, прямо в комментариях. Правильно? Друзья, да. На любые вопросы готов ответить. Поэтому присылайте Олесю ваши вопросы. С удовольствием на все отвечу. И чуть позже организуем стрим. Но... Но это чуть позже. Привет. Это когда метель была? Две недели назад. Две недели назад. Но скоро этого снега не будет, да? Масло почистят. Очень быстро. Газ угробы высокие. Во второй этаж почти. А новостроек много? Много. И прям люди приезжают и... А средняя, допустим, зарплата какая? 80-90 тысяч. 80-90 тысяч средняя? Неплохо, неплохо. Зимняя рыбалка, курорт Горный Воздух, прям внутри. Горнолыжный курорт, да. Горнолыжный курорт. Везде виды шикарные. Это вот долина? Ну, как бы... Оттуда и отсюда? Да, да. Да, до долины. А до долины? Долин не построен город. Вокруг сопки. Вокруг сопки. Вокруг сопки. Минус... Минус 20 это такая самая низкая температура. Не, она может... Почему? Минус 30 ночью может быть. А, может так быть. Но все... Она скачет днем и ночью. Машины люди оставляют на улице? Да, они спокойно заводят. Крут. Изредка, когда может быть. Ну, вот так вот можно попасть, да? То есть машину тебя заметят полностью, да? Бывает такое? Да. Плот заметал две недели назад. Четыре метра сугробы были. По четыре метра сугробы. Раз там откопался, сел и не поехал, да? Потому что все забито. Да, а потом почистили. Коллапс. А, класс. Ну, такая своеобразная региональная особенность. Пролее 1800, по-моему, там. Порт Новикова? Не, не, не порт. Это Маяк. Маяк Новикова? Да. А, вот этот вот красивый, который у вас на фотографиях. А слушай, а какая рыба ловится? Разнорыбится, рыбы много. Красная рыба, лосос, лосос здесь, сима, кита, горбуша. Из красной это такая основная рыба. Из разнорыбится вообще там, из белых, из разнорыбится. Это у нас есть. Есть, кстати, и палтус даже, можно говорить, и камбала палтус есть. Ага. Да, в летнее время. И зимой многие на рыбалку ездят, это корюшка навага. Корюшка навага, да? Да, да. Ее прям много. Ну и у вас есть осетр, да? Осетровые, да, осетровые виды рыб есть. Они у нас на севере Сахалина. И у вас есть таймень? Да, таймень. Нет, я просто говорю, что есть. Да, нет, есть таймень, да, краснокнижные ловить нельзя. Осетровые тоже, их ловить, по-моему, могут только коренные, малочисленные народы с севера. Но Сахалии-то, в частности, нефиг. Опа, работает она, что ли? Конечно. Она работает. Да. Круть. Да, весело у вас тут, прямо весело. Да, у вас приятно, хорошо. Люди гостеприятные. Там, ребята, снег чистят. То есть, у вас тут наваляло, ё-моё. Сахалин, моё почтение. Извините, пожалуйста, не получилось так снять нормального, адекватного ролика. Должен тут побывать ещё раз. И всё нормально, хорошо снять. Ну, пока так. Как говорится, не обессудьте. Хорошего вам здоровья. Хорошего вам здоровья. Всего вам наилучшего. А я еду во Владивосток. Да, там, надеюсь, всё сделаю. Съезжу на зелёный угол и посмотрим, что да как. До свидания. Владивосток. Владивосток.